И здравствуйте, дамы господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM 2, продолжая проходить и наверное уже заканчивать, мы уже близки к финалу, как никогда. У нас что здесь происходит, давайте смотреть, давайте вспоминать, потому что я уже давненько не играл и уже успел все подзабыть. Мы с вами изучаем теневой проект Пси-Врата, два дня нам осталось, но в прошлой серии я по-моему собирался сразу же куда-то там нападать, или нам нужно подождать, элементарно, да? Развед данные, мне ребята подсказывают, что нужно 250 держать на задание там, где мало народу можно взять, но у нас развед данных более чем достаточно, я так посмотрю. Какой фигней можно заняться? Может быть до черного рынка прошвырнемся? Не помню, в этом месяце бывал я не бывал, но давайте прошвырнемся, посмотрим, что здесь продается. Улучшенный приклад, да, я уже здесь бывал, я уже здесь бывал и все выкупил, поэтому мы отправляемся в какую-нибудь, например, в Восточную Африку и просто тогда мотаем время, два дня до выполнения. Вот так вот. О, пошла жара. Мне так жаль, но только ты можешь с этим справиться, если бы я могла пройти туда сама. Врата готовы, как у вас. Готовы. Я вмонтировала в ровера фрагменты мозга кодекса, он будет издавать тот же сигнал, при помощи которого кодекс прошел через врата. Превосходно, приступим. Мы уже видели, как кодекс открывает подобный разлом. Прибор справится, я уверен. Такой черепок ему примонтировали. В защитной сетке такой. Как в Фоллауте, знаете, ходили эти рейдерская броня. Так, начинаем запись во всех спектрах. Помни, входишь, быстро снимаешь данные и немедленно возвращаешься. Хорошо? Ого, вы это видите? Похоже, наш сигнал принят. Увеличиваю мощность. Это не похоже ни на одной из станций, на которых мы бывали. Ни на одно место на Земле, раз уж на то пошло. Возможно, это источник всего. Тронный зал чужих. Если угодно. Защищен от любого физического вторжения. Есть лишь один способ это выяснить. Вперед. Мы рассчитываем на тебя. Доктор, тут точно что-то не так. Сработало. Какое-то мгновение прибор был между двумя точками, но потом врата затребовали второй код. Биогенного происхождения. Когда мы не смогли его предоставить, они выстрелили каким-то энергетическим импульсом. Да уж. Если кодекс открывает дверь, органический код — это ключ к ней. Мы можем быть уверены, что у нас есть ключ, прежде чем снова туда соваться. Будет неприлично, если подобное случится с чем-то органическим. Согласен. Я немедленно передам наш отчет шефу. Отлично. Транспортировка большого и изменчивого инопланетного артефакта была связана с определенными логистическими трудностями, не говоря уже о гигантском риске, связанном с применением подобного устройства внутри Мстителя. У нас, Шене, это вызывало немалое беспокойство, но задачи нашей операции не оставляли нам выбора. Необходимо было немедленно начать эксперименты над этими воротами. Наблюдения за постепенным наращиванием мощности привели нас к мысли, что в пассивном режиме это устройство безопасно. К этому моменту нам удалось провести несколько простых тестов, хотя поначалу мы не могли найти способ полностью активировать ворота, а не игнорировали все предметы, которые мы пытались в них поместить. Изучив кодекс и, в частности, его способность открывать разломы, мы предположили, что действие ворот может требовать похожего сигнала или ключа, интегрированного в кодекс. И действительно, повторив сигналы, зарегистрированные в непосредственной близости от кодекса, мы смогли перевести ворота в активное состояние. Шень была не в восторге от экспериментов на ее собственном гремлине, но осознавала необходимость поставить опыт на дистанционно управляемом объекте. К несчастью, первоначальные теории о действии ворот не учли тот факт, что оно может быть связано с биологическими компонентами кодекса. Гремлин доктора Шень получил при испытаниях незначительные повреждения. И? Но зато мы поняли, как можно воспользоваться воротами. Тайган. Отлично. Так, что у нас есть? Вскрытие аватара и трофейный стазис костюм адвента. Давайте поисследуем. Какие проблемы? Отлично. Так, ну и что нам? Похоже, придется ждать, наверное, обычную миссию, да? Какую-нибудь обычненькую. Пока у нас тут 7 дней будет исследоваться, черт побери. Это очень долго. Эти уже давно волхвы, но продолжают грызть гранит науки магической спасения. Во, пойдет. Давай. Будешь вообще бессмертный. Давай, второй. Давай. Схизма запал. И применяет цель эффект разрыв. Ну давай. Давай, какие проблемы. Еще немножко помотаем. Так, ресурсики через 2 дня. Ох, ох. Осмелели совсем, смотри. Так, демонстрация силы. Здесь у нас чего? Прокладка из плава адвента. Памперсы. Улучшает броню сил адвента. А здесь? Стоимость разведданных. Да вообще плевать на стоимость разведданных. Оно вот это вот все, да? Мне кажется, надо броню им поломать. Давай вот сюда. Кто у нас здесь? Ная гвардеец. Элитный стрелок адвента. Элитный копейщик. Привратник. Мэк лучник. Королева Роя. Ну вот эти два парня. Привратник и королева Роя. Она, конечно, не парень. Но, тем не менее, сложно. И дадут нам инженеры. Давайте, наверное, сюда все-таки отправимся. Какого черта мне постоянно команду начали собирать? Я что-то не пойму. Тем более он искрится там, насколько я успел увидеть. Да подождите, какая лучевая пушка. Подожди. Кыш, кыш, кыш. Отлично. Давайте смотреть. По бойцам. Серьезно ранен. Гуталин 9 дней еще. Арни еще 6 дней будет ремонтироваться. Гоп, стоп. Баюн. 11 дней. Все. Остальные все в строю, да? Кстати, я забыл, ребятки, я забыл, знаете что? Пока не забыл, а то опять ведь уедем на миссию и все такое, да? Партизанская школа. И вакансия требуется солдат. И давайте мы сюда отправляем Марию Салим-Горееву. У нас две последние обилки на выбор, да? И звание финальное. Полевой командир. Давайте. Личный пример. Командир дает солдатам в радиусе командовать бонус к меткости, силе воли и взлому. Равной половине разницы между значением солдата и командира. Хм. К чему там меткость, сила воли и взлома? Ну меткость там Мария, конечно, может дать. Фору, но взлом, например, она виноградово вообще ничего не даст, да? Все солдаты в радиусе команды наносят одну единицу дополнительного урона своими атаками. Во! Вот это круто! Это просто... Мне она больше нравится. Все, отлично, изучай. Давай, Мария, изучай. Так. Восемь дней она будет у нас изучать. Хорошо. Хорошо в стране советской жить. Так, вот сюда мы, по-моему, собирались, да? Да. Да. Так. Теперь других надавали, да? Ну, посмотри, че. Че-то где-то... Я не заметил, как у нас появилась такая возможность, что у нас сразу отряд собирается. Так, ну че? Погнали потихонечку. Мачо. Дальше. Мачо-мачо. Марина Жигалова. Медик нам нужен. Ну там Королева Роя, наверняка и простые будут там эти, да? Так, дальше. Да, давайте, снайпер. Дальше. Пулемет. Медик. Снайпер. Рейнджер. Татарин, наверное, у нас засиделся. Давайте его возьмем. Против Королевы Роя, конечно, не идеальный вариант. Ну, я про звание, но тем не менее, да? Сержант. Мак Шаров тоже давно не ходил. Берем. И кто нам еще нужен? Ну, например, еще какой-нибудь... Какой-нибудь... Специалист. Роман Антонов. Огневая поддержка. Ну, давайте тогда сделаем как? Снять все предметы. Изъять все оружие. Снять всю броню. Так, здесь у нас все одето. Теперь мы тогда вот здесь вот одеваем бронежилетку. Вот так вот, да? Сюда выдаем плазменный стреломет. Сюда бластер. И сюда аптечку. Хорошо. Медик готов. Здесь мы выдаем мега имба базуку. Метка 74. Да, они густо, да? Сюда мы выдаем например, патроны синий экран. А сюда мы выдаем вот так вот, да? Хорошо. А вот здесь у нас есть? Нет, здесь у нас нет. Выстрел гранатой. Так, оснащение. Сюда мы одеваем тоже вот такой бронекостюм. Сюда мы выдаем вот такой вот пеган. Сюда мы толкаем естественно бластерку. Вот здесь вот. Может быть кислотную бомбу сюда зарядить? Давайте поставим может быть кого-нибудь травануть получится или еще что-нибудь, да? Готово. Дальше. Здесь у нас здесь мы просто стреляем, да? Поэтому сюда выдаем вот эту пушку. гламурненькую с добивалкой. Сюда мы выдаем так вот. И сюда мы выдаем вот так вот. Хотя нет. Здесь же у нас будет вот такая бронька. Поэтому ну давай, наверное, все-таки сколько взлома? 70 плюс 40. черепной буро уж очень вкусно, чтобы от него отказываться. Так, рейнджер. Давай с тобой разберемся. вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Дальше. Вот так вот. И здесь, ну, например, АП-патроны. или же все-таки на криты взять? Давай вообще маяк-имитатор возьмем. Потому что больше некому. И нам нужно вот здесь, наверное, персональные боевые модули. Что у нас есть? Ультра-скорость есть. Ультра-подвижность. А давай ультра-скорость воткнем. Уж какие проблемы, да? Так. Одет. 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 Костюмы у нас все потрачены. Кобра. Архонт. Берсерк. Ну, вроде бы мы как готовы. Погнали. Посмотрим, как наши ребята справятся. Давай. Понеслась. Трущобы. кровавая точка операция паучий ход. Давайте. А я что-то даже не посмотрел, что нам нужно сделать. А, уничтожить ретрослятор. 14 хп. Так мы прямо отсюда можем зарядить этими вот этими штуками, да? Ну-ка. Хотя, блин, да где ты? Подожди. О. А, нет. Чуть-чуть не долетает. А нам прям вообще понты подойти, и мы можем два раза туда бахнуть, и вообще ноль проблем, да? И будет все просто и понятно. Так, ну что, пошли. Есть опасность, что нас сбоку запалят. но вроде как бы нормально. Пошли сюда. Дальше. Роман, пошли сюда. Как хорошо они бегают на этой... как она правильно называется-то? Пошли сюда. На этой... Первый ход, там все дела, да? Плюс 4 мобильности, там и все такое, поэтому прям вообще красота. Я думаю, нам нужно выходить опять же вот на эту дорогу, на центральную, и по ней мы пойдем. Давай. Оп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но сюда гранатка ляжет вообще как надо, по-моему. Если мы сюда бахнем, да? У нас вот эти два сразу же уезжают. Ну, там будет хороший дамаг, и машина взрывается. А вот этому будет вообще не слабо, достанется. И мы его сможем застрелить например. Например, мы его сможем застрелить. Романом? Нет? Нет, Романом не сможем, мне кажется. Так, ладно. Перегруппироваемся. Давай, татарин сюда. Ну, здесь запалят, так запалят, да? Ну, потому что вообще без вариантов. Уже. Давай сюда. снайпер, например, куда-нибудь встает, чтобы потом по ним щелкать, да? Ну, например, вот сюда. Давай. О, неплохо. А, нет, они вообще пошли такие. Они вообще пошли. Что-то подлагивания какие-то непонятные. Вот они где стоят, да? Сейчас. это это что такое там? Так, каков план? Помоги мне. Давай сюда. Видно их там? Видно их там. и этот топай, да? Как он правильно называется-то? Мерзкий типчик, который членистоногая. Давай, что ли? Наши начинают и выигрывают. Или как там? заманчиво, конечно, да? Ну, давай. Какого черта? Здорово, ублюдки. Икс-ком пришел. Быдыщ, просто два крита. Пойдет. Вообще, как надо. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Так. Что делаем? Давай, наверное. Да, давай вот сюда, чтобы нам там никого не загореть, поэтому мы здесь поближе стоим. Здесь мы в любом случае вот так вот. Все, до свидос. Угу. Уехал. Прекрасно. Здесь стараемся не отсвечивать, да? Ну, давай вот так вот и народ пересадим здесь. Вот этот, например, вот сюда. Хорошо, здесь боеготовность, здесь боеготовность. Сейчас по-любому, наверное, кто-нибудь выйдет. Здесь тоже боеготовность. Давай. Кого-нибудь выпускайте, чтобы у меня бойцы зря не сидели. Черт побери. Ну, давай, пойдем посмотрим тогда, раз сами не хотят идти. Засранцы эти, да? Так, кого-нибудь может быть на крышу посадить, как вы считаете? По-моему, будет неплохой вариант туда пулемет поднять. О, хорошая позиция. Дробовик у нас куда идет? Ну, давай, например, куда-нибудь второй пулемет мы посадим тоже на крышу. Давай сюда. Так, дальше. Здесь сюда. Здесь, например, блин, я бы вот сюда вот встал, но вот здесь что-то какое-то палево было, и вполне возможно там пак сидит. Поэтому я туда не буду становиться, я встану на проверенное место. Здесь мы уже сидели, здесь было все хорошо, да? Ну, а снайпера переместим вот сюда, чтобы он вообще всю эту улицу простреливал. Понятно, что его тоже бы на крышу поставить, но пока пока нет. Давай, шесть ходов. Так, что делаем? Ну, например, мы можем... Подожди. О, кто это у нас тут? Вот же у нас, да, где? Скажите привет! Да, давай, почему нет? Давай! Быдыщ! Привет! Быдыдыщ! Опять дерьма на всю улицу. Уж простите, мои французские, но знатно, знатно бахнуло, да? Согласитесь? Хорош! И мы повторяем процедуру и лупим вот сюда. Давай! Доламывай там! Доламывай, что там есть? Давай, там можно уже домой лететь, вызывать, вызывать рейнджер, грузиться и улетать. Да, кого-то слышим. Ну-ка, боеготовность, боеготовность, перезарядочка, боеготовность, боеготовность. движение вверх! давай. Давай, выпрыгивай. Кто там у нас был? Привратник же был, да? И королева Роя. Подожди, где у нас там специалист широкого профиля? Вот же, да? Так, давай вот сюда. Давай, подойдем, посмотрим. Че, никого? А вот так, если? Такое, а если найду? Оп! Кто там? Кто там? Подожди. Ну, у меня же че? У меня же еще было. Где мы? А, я же третью потратил на змейные. Этих. Я понял вас. Я вас понял. Слушай, давай тогда вот так делаем. Давай тогда, раз там никого нету, да? Мы вот сюда переместим один пулемет. И туда же переместим тогда снайпера, потому что бонус за высоту это хороший такой бонус. Давай вот сюда, чтобы он там в окна всякий мог простреливать. Давай вперед. Только не прожги, а то, я не знаю, будет не очень гламурно. Так, хорошо. А вроде неплохо сидим, да? У нас пак там, пак там. Еще же подкрепление вроде как должно быть, по идее. Но что-то я не... в идеале нам бы, конечно, сорвать этот пак, чтобы они выбежали, мы их расстреляли, а то... Опа! Здрасте! О-о-о! О-о-о! Слушай! Так. Так, так, так. Каков план? ну давай например тогда татарина вперед выдвигаем две брони все дела дальше чем а дальше чего я не знаю так например мы можем вот здесь стать до хорошая такая позиция или вот здесь например или вот здесь а потом шарик бахнет и прямо всех накроет дела ну давай пока вот здесь не знают те ли это паки или вот чё гражданских у меня здесь показывал что ли ну специалист конечно так давай вот так второй пулемет тогда мы на этот фланг пулемет на правый фланг давай ты хорошо стоишь неплохо давай давайте шарик мне сначала запускайте вот там мэг еще смотри о пошла жара давай вы вещь трабоша на такое расстояние это конечно серьезная заявка на победу я понимаю все но вот королеву крисолидов мне только не надо сюда так а какого черта я этого не почему он не ходит почему он не ходит так чё отступаем что ли давайте отступаем так здесь давай сюда у нас же два маяка имитатора правильно вот так сюда маяк имитатор наверно кинем пускай подбегают давай вот самая кимитатор кидай у нас два маяка поэтому а вот эти парни сидят и я очень на них надеюсь что они сидят там и очень хорошо стреляют вот так вот давай все мы готовы давай все дружно пулеметы разряжайтесь так четверочка добивание надо было блин двенадцать офигеть чем там раскрылся нет а какого черта ты мне пол только не сломай подо мной слышишь он всегда хотели проверить как этот стреляет смотри вот тут пол уже нет охренеть вот это как называется все сидели на боеготовности просто все сидели они просто выбегают и просто накуривают вот расскажите мне круто да просто круто тут чем мы горим типа класс просто класс а там я лишнего не увижу случайно я бы не хотел увидеть там что-нибудь лишнее так давай вот сюда отступай за укрытие да хорошо 6254 вот эта меткость это я понимаю но есть шанс добить может быть туда гранатку приладить вот этим двум ребятам еще вот здесь стоит да этот чертовый мэг чертовый мэг болен я просто вперед сейчас пройду и я королеву кристаллидов запалю вот чего бы мне сильно не хотелось так макс отступает вот сюда тогда ну вариантов не было вообще никаких 87 да давай пожалуйста вот этого убивай давай мачива круто слушай просто круто есть молодец просто круто так тогда тогда что мы делаем слушай подождем вален никуда его да не поставить вот сюда конечно можно но он здесь будет гореть тут может вообще валится все нахрен ну хотя отсюда зато отсюда зато да он сможет стрелять у нас по всем а если мы просто пролетим ну давай попробуем давай попробуем только королеву кристаллидов не за не запали пожалуйста очень бы не хотелось бы мне сейчас не воевать так вот по читерски через стену хорошо хорошо и мне бы маяк имитатор не помешал слушай давай сначала пулеметы разрядятся или нет макс уже разрядился у нас так так слову давай вот сюда посмотрим попадет не попадет добьет не добьет ну понятно все все не круто было бешники мной да что ж такое то что чтобы не так то давай попробуем ой извиняюсь ребят прям сильно хотелось чихнуть слабоян хорошо давай подходим поближе вариантов особых не вижу давай в 37 процентов добивания давай единичка красавчик красавчик просто бояк имитатор давай короче тогда да давай вот сюда они вроде как обилки не не используют на маяки имитаторы по крайней мере я не видел чтоб они юзали всякую фигню да ты куда алло бордо вот скотина так ладно ладно я вас понял давай тогда будем заниматься нашими бойцами кому хуже всех макса можно потушить ну вроде сам погаснет так давайте снайпера наверное ну раз на колокольне сидит второй раз то я не смогу использовать потому что потому что потому надо мне перезарядить вот здесь вот здесь тоже перезарядка он убежал королеве крисолидов он убежал королеве крисолидов я даже здесь перезарядить не могу давай глухая оборона будем ждать когда потухнет отойди от горящего ящика чё за музыка надо мне пока никого здесь перезарядка хорошо здесь моя готовность но три единицы огнем да хорош ты куда если бы он еще бы добивание бы сделал я бы вообще поржал а это сейчас ходить будет да ни хрена она там топчет и ломается это чё такое протокол восстановления ну давай я надеюсь что она также как лечение только один ход забирает да хорошо странный шарик этот ну чё вроде их никого не должно быть да вроде никого не должно быть так чё мы делаем чего делаем ну давай тогда бегаем вот так вот этому этого лупим до вперед минус 2 броня уже что-то так дальше 61 и больше в принципе выдать то я не смогу да а добивание сработает у нас вот этот парень пострадает так здесь у нас капец просто просто капец ну такой себе план давай сюда давай например вот так потом это здоровая сволочь побежит может быть в это облако залезет да так минус 4 брони кислотный ожог еще на всех хорошо так здесь поэтому уже парню не очень хорошо я смотрю на так ну давай вот так вот десяточка ну будем надеяться что яд его покоцает и он еще с меча рубанет хотя надежды на это особо это и нету так снайпер давай вот так сделаем наверно да пожалуй вот так здесь у нас зона поражения да наверно тоже точно так же сделаем давай вперед это нам не шевелиться надо было конечно зона такая себе но зато мы вот этого можем вывести из строя да давай вот так сейчас мы сюда под машину поймаем под машину мы сейчас поймаем этот удар и машина может взорваться вот что меня беспокоит прям сильно беспокоит тридцать девять тридцать девять отсюда я ниоткуда не вижу шарик этот долбаный так отсюда буду на отсюда вижу шарик кстати нормальная такая будет позиция тогда давай сюда есть здесь мы только шарик ну давай попробуем мало ли одно действие заберем уже хорошо нормально нормально уходим отсюда так есть сто процентов семьдесят девять неплохо давай вообще хорошо 64 нормально 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 неплохо я боялся просто вот этого пси удара по площади он реально у нас вот этого бойца бы не кисло бы так прикошмарил так на татарина действие потеряно это хорошо ах ты шпатлюха с молниеносными правильно нафиг нам укрытия у нас же нету я понял нет у нас же нету этой фигни как она правильно называется то резать чтобы подбегающим яд крисолида надо лечить еще надо перезаряжаться блин давай лечи пожалуйста здесь хорошо и лечи пожалуйста да 6 хп это печаль поэтому лечи пожалуйста вот здесь давай давай хорошо так теперь у нас бойцы могут как-то разговаривать с ними да вот здесь у нас есть шанс добить их поэтому по стопроцентной стреляем с шансом добивания давай добей спасибо 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 ты чё падла бессмертный что ли смотри не хочет дохнуть сто процентов давай все разобрались неплохо нормально нормально если учесть то что у нас ходила нормально такое количество новичков без забилок без всяких то это прям вообще хорошо 11 11 11 12 дней неплохо повышение конечно жалко что нету но hello но в целом неплохо да увеличивает силу мстителя реле питания давай назначим свободное было место да пускай пускай ресурсы через один день так награда тяжелое оружие ну давай может быть слетаем хотя тут по моему 7 дней это очень долго пускай давай показывать 1027 давай здесь чё у вас разведка сто процентов больше солдат в каждой миссии ну прикольно посмотрим быстрее быстрее покачаемся да здесь у нас материалы что хотят давай заберем ну а чё добру пропадать давай три денёчка по быстренькому раз два три спасибо и надо нам бы вот сюда загоняйте посмотреть а то мы халатно уничтожаем ну чё у нас взрывчатки вагон поэтому так улучшенный прицел улучшенное автозаряжание возьмем может быть какую-нибудь пушку соберем потом да материал еще один инженер давай возьмем господи какие проблемы так есть и поехали я конечно наверное с тяжелым оружием погорячился но мне в принципе нафиг не надо ну мы там просто неделю убьем да а толку не будет вообще никакого давай поехали со всеми контакт установим а чё нет давай стазис костюм адвента прямо как тот в котором мы нашли шефа с виду да но по предназначению а шеф прекрасно можем начинать ни для кого не секрет что солдаты адвента обладают генетическими свойствами как людей так и пришельцев предварительный анализ показывает что это результат прямого воздействия на живого человека пленника или даже добровольца обращайтесь в рекрутинговое агентство адвента однако в реальности все совсем не так бойцы адвента которых мы обнаружили в том комплексе включая данный образец были произведены серийно у каждого солдата уникальный генетический код преимущественно человеческий но часть его закрыта открыто открыто для чего для любой днк который разумеется добавить адвенту сектоида мутона даже твари которую в войсках называют берсерк во всех случаях фрагменты связываются вместе с человеческим генным материалом то есть тем что мы обнаружили на секретном объекте именно это ключевой компонент процесса изготовления солдат значит все это время мы сражались сами собой в какой-то степени но если я не ошибаюсь блин успевать человеческая днк это особи обладает одним ключевым отличием от всего что мы расшифровали за литиней псионическая чувствительность принимаем во внимание количество модификаций это явно не случайно анализы в клиниках аватар я пришел к такому же выводу теоретически создание на базе этого шаблона может быть очень мощным центр если бы мы не перехватили его до завершения процесса понимаю доктор продолжайте исследование и дайте знать если найдете что-то еще да, грустно теперь мы готовы произвести вскрытие этой могучей особи думаю мы в паре шагов от полного понимания того что же это за аватар ну здесь ребята наверное на паузе прочитаете потому что реально очень много читать но мы уже подходим к разгадке понятно что который раз но тем не менее просто повторяют нам да давайте до конца дойдем вдруг кто-то еще не читал поэтому все подпись тайган это последние слова так новенький проект 8 дней вскрытие это существо представляет собой почти идеальное сочетание ДНК людей и старейших однако создается впечатление что оно не завершено возможно поэтому мы так легко его одолели так или иначе я прихожу к заключению мы возложили на вас такие надежды офигеть полагаем мы нашли наш аватар круто прям вообще круто да давайте здесь хотя нет наверное не будем мотать и серию затягивать не будем это мы будем уже крутить глобус следующей серии там вполне возможно что у нас будет еще какая-нибудь миссия по пойди туда не знаю куда взорвить то не знаю что и в любом случае ребята всем спасибо за просмотр увидимся с вами в следующем видео с вами был Серега всем счастливо всем пока субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok